друзья всем пламенный привет много было заказов сделать обзор на вардоне есть такой курорт большом сочи но к сожалению просто не успеваю физически по времени как хотите называйте в общем надо сегодня быть новороссийский вечером поэтому сделаем такой коротенький обзор специально для вас специально по вашим заявкам начинаем припарковались мы где-то в районе пятерочки вообще выбора в принципе как и на большинстве курортов краснодарского края немного двигаемся на правом море а вообще были вардоне один раз это два года назад если память не изменяет ну так попали в не очень хорошую погоду поэтому таких хороших впечатлений от курорта не получили тогда посмотрим что будет сегодня холодное пиво разливной от 75 рублей при покупке 3 литра соленый арахис подарок вот это бонус номера может кому интересно с удобствами номер телефона даже есть но это уже без меня если интересно можете позвонить ну до моря отсюда может быть метров 150 вдруг кто захочет перекусить самый вкусный кофе здесь написано про другие блюда не написано что самая вкусная крошка 100 рублей 2 блюда можете на паузу нажать соусы 2 блюда так даже увеличим итак из фастфуда пицца шаурма прям целый ряд традиционных магазинов как и на любых других курортах закусочные чаи сувениры пляжные товары все что угодно я извиняюсь за голос тихо разговариваю приболел прям сильно больно разговаривать ну чем не пожертвуешь ради подписчиков фрукты овощи кому интересно точнее только фрукты персики 250 абрикосы 250 чурчхела 60 50 рублей пастила но пастила брали подобную вообще ни о чем выкинули даже не стали есть лучше не берите говоря о минусах как я говорил неоднократно подмечал от topsy до адлера вдоль побережья будут идти поезда будет идти железная дорога но отдыха кого-то не смущает кому-то говорят нет только не подобный курорт что интересного тариф аквапарка 1300 дельфинарий 1500 ну и спросить больше не у кого река если память не изменяет одноименное название варданы такая мутная вода конечно возможно последствия сильных ливней говорят джубга сильно пострадала вчера вечером в общем как из фильма брат 2 что-то так как он в кварталах гулял тут под мостом такое впечатление а вот здесь уже конечно куда приятнее прогуляться по довольно широкой набережной их какую я здесь наблюдаю тоже целый ряд ларьков сувениры боксерская груша горячая кукуруза сладкая вата сейчас узнаем меня ну вообще не ем сладкая поэтому меня да у меня дети есть ну думаю 50 рублей для меня было бы по-божески мало да ну 70 ладно если два вкуса один вкус 10 рублей в общем такой веселый продавец цену не горит угадай на даре вас разгадать ну я думаю 150 рублей вата и 100 кукуруза это классика так отсюда начинается пляж деревянные надстилы за что можно сказать администрации спасибо бесплатный душ тоже и так скажу здесь немного экзотические навесы не так как на всем побережье шезлонги ну же попозже узнаем их стоимость сначала прогуляемся по набережной висит желтый флаг на спасательном посту обозначающим что купание разрешено может кого заинтересует прайс на массаж показываю наглядно самый дорогой общий 2 500 сабборды не могу сказать что сильно широкое побережье но и сильно узким тоже не могу назвать как вам такая стелла я люблю вардоне дельфинчиками бананы растут ну интересно выглядит первое кафе которая встретилась на пути цены здесь я думаю все видно мне отсвечивает ничего не вижу сам микс мангал филинг-вилинг от пяти до пятнадцати минут а это абонемент 1000 рублей 7 по 15 полторы тысячи рублей так вот акция массаж ручной подарок пять минут рыбного пилинга бесплатно не очень понятно мне цены вот на этом месте набережная сужается дальше такой узкий проход и давайте здесь как раз мы выйдем на пляж довольно интересные раздевалки огромные в размере тайский массаж прозрачность и чистота воды здесь ну нет не чистая не прозрачная на сегодня давайте замерим ее температуру воздух согласно гидромет ютуба по сфига центру на 2 июля 23 года 24 градуса тепла замерим воду 24 1 градус ну вполне нормально купаться по поводу дна берега показываю наглядно здесь заходить на такие камушки покрупнее на берегу тоже разные встречаются и мелкие крупные так вот здесь покрупнее такой островок здесь островок помельче так что можно выбрать где расположить подстилку поудобнее пойдем плавно в обратную сторону конечно же количество людей у нас около трех часов дня как бы ну потихоньку люди сейчас начнут подтягиваться но смотря сейчас точно не многолюдно сабборды здесь стоит час 700 рублей полчаса 400 наверно так средняя цена на побережье бунгало шезлонги две с половиной бунгало 400 рублей шезлонг это все за целый день небольшая детская площадка к сожалению не подскажу платно она или бесплатно мог ветерочек задувает а если перейти реку вброд но это не так глубоко так можно перепрыгнуть по щиколотку так одно вижу сужение там будет еще один пляж но с вашего позволения туда не пойду пойдем обратно такой короткий видос получился двигаемся дальше просили показать катка в ущелье я не знаю андрей смотрит на пути и не видит может быть мы ее проехали она такая незаметная казалось ну в общем если встретиться все все-таки ошибаюсь она будет на пути то обязательно там тоже остановимся покажем следите за нашими новинками обнял приподнял пока пока